Древний город Сиань, ему более трех тысяч лет, был столицей для 13 императоров и центром исторического Великого Шелкового Пути. Сегодня здесь готовят профессиональные кадры для новой инициативы «Один пояс, один путь». Железнодорожная ветка заходит прямо на территорию нашего колледжа. Мы учимся на полноценной действующей станции. Все наши знания мы закрепляем на практике. Станции и логистический центр колледжа действительно позволяют изучать как прошлое, так и будущее Евразийской железной дороги наглядно и буквально во всех деталях. От программы управления и графиков движения до колесной пары. Здесь у нас поворотный механизм высокоскоростного поезда, который курсировал по маршруту Пекин-Шанхай. Это не макет, что помогает студентам быстрее входить в профессию и точно понимать всю механику сложного элемента. Колледж ежегодно выпускает около 6000 специалистов по 42 специальностям. С момента запуска инициативы «Один пояс, один путь» здесь не только подготовили новое поколение железнодорожников для самого Китая, но и помогли обучить кадры для Юго-Восточной и Центральной Азии. Де-факто создали свой стандарт перевозок, примерно как в связи, где Китай лидирует в технологии 5G+. Гордость колледжа – центр подготовки пилотов. Сложно назвать их просто машинистами для высокоскоростных поездов класса «Маглев». С английского – магнитная левитация. Здесь у нас полностью воссоздана кабина и приборная панель китайского поезда нового поколения. Тренажёр позволяет довести действия пилота до автоматизма и предусмотреть разные внештатные ситуации. Свой результат учащийся и их преподаватель видят сразу. Давайте вместе посмотрим, как это происходит. «Снимаю показания приборов, сообщаю о готовности, получаю разрешение, сигнал». Такие поезда в Китае сегодня летают со скоростью 350 км в час. От Пекина до Сиане – около 1200 км. Или 4 часа 10 минут в дороге, со всеми остановками и участками разгона. Первые технологии мы получили из Франции и Японии, но не просто быстро их освоили, мы их улучшили. Теперь французские поезда мы называем среднескоростными, ведь новый полностью китайский образец уже покорил планку в 500 км в час. Посмотрите на этой модели, как работает магнитная подушка локомотива. Такая китайская специфика и технология, которую Пекин готов развивать совместно со стратегическими партнёрами. Беларусь в их числе.